Наша душа постоянно посылает нам сигналы, но всегда ли мы их слышим? Иногда может показаться, что душа оторвана от нашего «я», и так действительно бывает. Порой разум настолько владеет нами, настолько давлеет, так громко и беспрестанно говорит, что душа остается как бы в стороне, а ее сигналы становятся все более тихими, редкими, все менее востребованными, мы перестаем быть целостными. Чем это опасно? Почему стоит всегда прислушиваться к своей душе? Разум работает как вычислительная машина. Разум полагает, что владеет всей полнотой информации и старается рассчитать все ходы наперед. Исходя из этого, разум всегда составляет свой план действий, но обстоятельства меняются, и реальность не настолько проста и понятна, как кажется разуму. Всегда много переменных и неизвестных, и потому разуму редко удается вычислить оптимальное решение. Из-за этого разум постоянно беспокоен, постоянно занят перебиранием вариантов, поиском ошибок. Он упрямо пытается все контролировать и тем самым постоянно мутит в воду. Из-за разума мы так часто барахтаемся, а не плывем по течению. Плыть по течению – это не всегда хорошо. Наша задача – плыть так, как нам нравится. Мы можем выбирать свой поток и свой стиль плавания, но мы не можем контролировать и изменять поток. А разум пытается делать именно это. Он всегда думает, что знает, как лучше. Он хватается за все идеи, которые впихнуты в прокрустово ложе его планов. В итоге мы тратим столько сил и времени и сами себе создаем столько проблем и препятствий. Это не делает нас счастливыми. Вместо этого стоит научиться останавливаться, пробуждать свое сознание и прислушиваться к своей душе. Она имеет доступ к таким слоям реальности, которые просто непостижимы разумом. Душа свободно летает в разные миры и слои реальности. Она обладает огромным опытом и знаниями. Она готова подсказать нам, что наше, родное, а что наносное и только собьет нас с верного пути и сделает нас несчастными. Душа знает, какой поток наш, а какой стоит обойти стороной. Душа терпелива и спокойна. Она знает, что некоторые дорожки могут казаться привлекательными, Но стоит немножко подождать и непременно появится идеальная ваша та дорожка, выбрав которую вы обязательно станете счастливыми.